конечно конечно не подожди да не доедят мы кушаем ну уже так почти подъели сегодня кидают клубничку мы взяли пару там тариц таблеточек кто сейчас сидит в россии кто вообще из россии ставим обязательно лайки приятные пожелания только во сне не поели и утром проснулись и пойдем сегодня у нас на ужин красная рыбка это красная рыбка на гриле что тут еще помидорки еще рыбка вот у меня дома выращивать вообще решил здесь только пицца питаться до на обед пицца на завтрак пицца на как у нас это сегодня хорошо а что ты еще съел кроме пиццы мясо и свежих выжитых очень интересно смотри он есть пиццу без жопки да да ну будьте здоровы живите богато илья эти сказала вечер и главное здесь орет музыка сейчас начинается мини диска детская там ресторан бассейн ресторан где-то в той стороне мечеть там орет и мам здесь орет музыка со всех сторон здесь люди сидят мы с полиной придумали короче чего она себе мартини каручас налива она ждет когда я себе налью короче на раз-два-три мы по голосовой хидрую с другом быть вот это вот она романтично это вообще вообще может лучше вы чая выпить и на раз-два-три люди отдыхают лежат самом прямом смысле слова увидели женщину знаю заметили вы нет видно или нет на камере женщина прям лежит с ногами такая на диван легла так сегодня вчера у нас была караоке караоке я не попроси орешки и попросить или дадут на удара вчера было караоке а сегодня живая музыка то есть они играют на гитаре на ударно как бы ты не был Мы пришли на взрослую дискотеку с детьми. И они типа прячутся, чтобы их не заметили и не выгнали. На самом деле, у меня на дискотеке больше никого нет. Ой, боже мой, это вообще отожжет, что здесь не видно, к сожалению. Дискотека только началась, еще никого нет. Как же здесь классно. Честно, это самый лучший отель, в котором мы были. Все, все здесь классно. Обслуживание, сами здания. Они такие, они продуманные. Класс. Дискотека началась. Вот они, главные танцоры. Джага, джага началась. Мы очень рады, что мы здесь, а не там. Честно. Детям здесь хорошо. Он налил белый ром. Я даже не знала, что ром бывает белый. Офигеть. В смысле виски. Я поняла. А, подожди, я что сказала, рома или нет? Да, там. Белый рома, блин. Который плата идет. Можно я вот так полуку? Вам бакар не наливишь. Хорошо. Зато с гигиенической помадой. У тебя? У тебя. У меня, да. Спасибо Иришке большое. С гигиенической помадой. Да, иначе у меня губы просто вообще взорвались бы, блин. Смотри, я обиделся, в итоге. Посмотрели, но жизнь была. Классно. И вчера мы не одни были, да, мои? Да. Но мы были вчера, и мы были не одни. Вкусно, зайка? Пицца вкусная? Ну, правда, мне один день. Время час ночи, если что. Да. Ну, ничего страшного. Мы на отдыхе. А почему здесь собаки? Мы захотели поесть, да, Ер? Это хорошо, что это позднее на язве. Я на ужин не успелась и десерта. Да. Ирина не успела съесть десерт. Час ночи, подумаешь, да? Я кофе не пил. Мы потом все наверстаем, да? Мы там пойдем в тренажер. Да по-любому, завтра. Мы завтра идем в тренажер, ты помнишь? Ага. Во сколько? Сейчас. Сразу после десерта. Сейчас пойдем? Нет, сейчас уже закрыто. Здесь, на ней до 10. Они с 6 до 10. Уже закрыто все. Я пойду на дископер. Да, без проблем. Пошли на дископер. Мне пофиг, я пойду на дискотеку. Ты пойдешь на дискотеку? Не, я пойду спать. Мы возьмем тетю Игорь. Не, сейчас мы спать пойдем. Соню брать не будем, она пойдет. Взрослая дискотека. Время час ночи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Говорят, вы идите. Говорят, а сын, сына своего оставься, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пока возможность есть, пока я еще ноги не сломал. Никому. Мы решили выйти к морю. И ветра нет. Да, и ветра нет, класс. Че, тебе опять повалить надо? Нет, не надо. Давай подушку. Не хочу, я подушку. Да, не ссы, братан, я шучу. Илья, иди вон. Пошли к морю. Подышим воздухом. По второй ночи мы сходили на море. Звезды на небе обалдеть просто. Пальмы. И фонтан. Главный фонтан, который стоит у меня на заставке. Вот она. Красавица. Вот она ночью. Красиво. Очень. Угу. Это многого стоит. Она дорогая. И Илюха. Андрюша. А где Серенечка? Сережа где? И еще живой Сережа. Иди спать, а то я спатьишь хочу. Да, мы идем спать, все. Бай-бай. Всем привет. Ты телефон-то взял? Да. Как дела, Илья? У меня хорошо. Знаете, сколько времени? Время пол первого. А мы только прошли. Мы только смогли встать. Я нормально могу встать. Да я же вообще просто говорю про то, что дело не в том, что мы там только встали. Серега сегодня вообще до без двадцати одиннадцать спал. Он бы спал дальше, если бы Санюха не пришла. Не, у Санюхи просто режим, она уже такая привыкшая, понимаешь? Она привыкла просыпаться, сразу идти завтракать. Мы-то можем, можем завтракать, можем не завтракать. Мы в этом плане разгильдяй. Да? Думаешь, хорошо? Лучше или лучше, когда режим? Я вам сейчас... Нет. А вы как думаете, что лучше, когда ты свободно делаешь то, что ты и хочешь? Или вот прям вот надо срочно? Даже если ты не хочешь есть, ты ешь. Вот ты надо вставать, значит ты встаёшь. Или лучше выспаться. Не хочешь есть, не ешь. Почему? Не знаю. Сейчас я тебе подключу его, солнышко. Я вот вообще не пойму, да? Мы тащили столько чемоданов, вещей всяких разных. Дети уже... Сегодня мы отдыхаем третий день. Дети, вот как вот они вот в первый день вот в это влезли, так они и в этом и ходят. То есть вообще... Я заставила переодеться Илью, потому что он тоже в одной и той же кофте ходит. Если бы я знала, я бы половину как минимум... Это так всегда почти. Если бы знать, да? Половину ты бы вообще не брал бы чемодана. Потому что ходишь, по сути, всё равно в одном и том же. Но, к сожалению, в плане погоды прохладно. Прохладно, ветер холодный. Вот что. Если бы ещё там, знаете, там по градусам было не очень, да? Но в то же время был бы тёплый ветерок, было бы намного прикольно. А так, получается, само солнце, оно такое жаркое, когда нет ветра. Но ветер прям реально... Ну, блин. Я уже нравится, чтобы не ухать холодно. Ага. Реально прохладно. Чего уж там. Сегодня приехало очень много... Очень большой заезд, да. В отель. Очень большой заезд. А завтра, говорят, ещё больше приедет. Короче... Мы кушать, сынок. Мы идём на обед. Мы же не ели ещё ничего. Ничего. Да, мы сегодня решили поспать. Отдохнуть. Идём на обед. Вот. Приехала большой заезд же, я сказала. И, соответственно, сразу. В бассейне все лежаки заняты. Везде столики заняты. Я даже не знаю, вот сегодня на вечер, да, на ту же дискотеку или музыку, да, всё будет заколочено по-другому. Вы приходите на роду больше. Да, я не говорю, что это плохо. Но просто надо будет занимать столы тогда. Ну, то мы вообще шли, грубо говоря, полупустое всё. Когда мы ходили на завтрак, вместо девочки, которая нам подавала пить, там был мальчик. А, ну, они же меняются. Вчера одна была девочка, сегодня с другой. Все меняются. На обеде, точнее, мы уже пообедали, просто здесь так громко музыка играет. Блин, у меня снах обветрились губы, это ужас. Мне Ира, слава богу, спасительница подарила помаду Геницева. Но она у меня прям моментально впитывается, и всё, и опять губы. Всё из-за того, что здесь сильно и очень весят. Мы сейчас пообедали, и сейчас пойдём купаться в бассейн. Потому что мы сегодня ещё не купались. Да, сынок? Да, мы погушали, съели вкусные мороженки, да, зайка? Пьем мороженки, да, да. А ты какое ел? Клубничное и фисташковое. А, да, у Серёжи было два шарика, одно клубничное, другое фисташковое. А я взяла два шарика, было у меня... Что? Вешу. Какое? Обручальное? Ну, оно, валя, лежит здесь, где золото лежит. Вот, дурочкам тебе надо. Да? Я не знаю, я вообще не вижу смысла носить кольца эти. Так вот. Прошу, я говорю. А, что я взяла мороженое? Илья, ну хватит, я тебя просила. Один шарик был фисташковый. Классный вообще. Я вообще люблю фисташковый вкус. И второй шарик был вишня. Вишнёвый, он такой кисленький, вообще классный. Он читает сейчас, вот такая, старая. Вообще турку. И сейчас сидим. Все кушают. Мы покушали. Иришка переписывается с бабушкой. Бабушка говорит, что в магазинах нету ни риса, ни гречки. Короче, нихрена нет. Я не знаю, что мы будем есть, когда приедем. Ну что, пойдём? Пошлите, товарищи. Пошли. На выход. Я хочу ещё одну мороженку взять. Не, она так зашла, хорошо. Пойдёмте. Давайте мы вот так пройдём. Я хочу ещё одну мороженку взять. Пойдём. Пойдём с тобой. Она вот там в конце. Клубничная закончилась. Но там ещё много разного. А? Дети, вы за нами идёте, а не мы за вами. Я, да, я, да. Тут много чего. Мне вот этот салатик очень понравился. Обалденно. Здесь разные виды сыра и с курочкой. Вот это мне, кстати, не очень зашёл. Тут и оливье, и винегрет, и с красной рыбой. Но он закончился, его сразу расхватали. Мы идём ещё за мороженку. Разные вкусняшки. Сладости. Да, мне с красной рыбой понравился. И вот этот сыр, три вида сыра с курицей. Обалденный вообще. Он прям во рту тает. Очень вкусно. Там пицца. Разные, разные виды пиццы. Тут, сейчас немножко покажу вам. Тут с перчиком, с салями, с колбаской, просто с помидоркой, с грибами, какие-то булочки, ещё вот такие с оливками, с сиром, не трогай. Она вообще офигенная. А, это крабовое, это пускай с крабовым и мясом. Вообще, чётко тело. Да, я думаю. Ладно, я хочу мороженку. Чё, клубничный опять на есть? Да. Вот, сколько она говорит. Шоколадно. А, ну да, она что-то закончилась, когда я пришла. А можно мне ещё? Я не знаю, мама спрашивает. А можно вот эта красненькая? Вишня? Вишня, да, вишня. И жёлтый лимон. И шоколадный. Да, да. Я хочу и шарик. Один шарик. Сейчас, подожди, мне накладут. Спасибо. Идём в Басик. Повернитесь, пожалуйста, вот все. Люди в белых халатах, повернитесь. Илья, Илья, повернитесь. Ну, к папе иди. Всех. Люди в белых халатах. Они сами скоро отпадут уже. Косички, да, африканские. Все в белых халатах, я в своей тунике. Но мы-то все знаем, почему я в тунике, а все в белых халатах, да? Потому что халат на мне не сходится. Это личная трагедия. Ничего страшного. Зато у меня красивая, блестящая синяя туника. Так вы долго будете драться-то, я? Полотенце берём, товарищи. О, есть, забиваем сразу, да. Занимайте. Занимайте. Хоть ещё нибудь надо занять. Конечно, на улице будет там холодно. Илья, ну ты задолбал, ты сейчас сразу не мог что-нибудь мне отдать. Нет, он мне будет поп... Вы куда пошли? А полотенце? Вы в баню пошли? Окей. Сейчас. Я хочу с вами пройти, показать. Пойдём, пока. Пойдём. Куда пошла? Давай ручку, папа. Сейчас я вам покажу баню. Я по всем не пойду сейчас. Они идут сейчас в сухую, да? Вы в сухую баню идёте. О, всё свободно. Зашибись. А мне больше там по запаху нравилось. Вот это? Ага. Нет, по запаху, да. Вот тут сидят. Так, я чуть-чуть покажу. Давай тут сидят. Чё такое? Да, надо. Вы тут одни? Да. Окей. Дайте я снимать. Снимать. Да я не буду заходить. Я сейчас прям буквально. Делал так. По-быстрому. Лоночки-то забрать. Пусть всё. Можно лежать. Деревянные лежачки. Папа сразу. Вот папе лишь бы прилечь где-нибудь, да? Всё равно на кровати, на досках. Где у шахты спал? Стоя. На сухой. Я даже не представляю, какой-то был мужчин. А здесь идёт автоматическая, как это называется, автоматический подлив или вот когда пшикают. Проискает воду на пши. Да, да, да. Автоматическая тут идёт. Да, раз в три минуты я засекала. Ладно, всё, я пошла. Хороший вам проп... Так, и ты тут прилёг. Смотрите, не усните, господи. Ладно, я пошла. А то сейчас дети нас будут искать. Классно. Вот это мне больше нравится. Потому что здесь такой запах, как шишечки, еловые. А вот там просто чисто сухой. Там дальше ещё хамам. Но он сегодня закрыт, сказали. Вот, даже перекрыли чуть-чуть. И дальше вот здесь. Сейчас покажу. Мы вчера ходили, это ужас просто. И мы не смогли здесь даже дышать. О, сегодня не работает, что ли? Да, сегодня не работает, слава богу. Вот здесь, короче, вчера мы зашли. Здесь такой пар был просто. Вся комната в пару. Это влажная сауна или что тут. Хамам. И здесь невозможно дышать просто было. Ну, как по мне. Я всегда думала, что влажная, это круто. Но по факту оказалось, что влажная мне совершенно не подходит. Здесь ещё душевая. Мне больше подходит сухой воздух. Там уже массаж, релакс и всё такое. И хамам ещё там. Расслабляющая музыка. А, вон там что-то ещё. Не знаю, что. Ну, мы в баню ходим вот эту. Где шишечки. Ха-ха-ха. Сейчас искупаемся. О, сейчас пойду массажироваться. Джакузи включили. Сейчас посмотрю, где там дети. Где дети, пойду массажироваться в джакузи. Я вчера намассажировалась так, что у меня ногу заклинило. О, вот. Ага. Так, что-то я её уже не вижу. А, а я думаю, где Серёжа? Не вижу Серёжу. Вот эти раз, два, три, четыре, да? Окей, класс. Давай. Молодец. Серёжа уже, конечно же, полностью без нарукавников купается. Хотя я, конечно, немного ещё переживаю за него. Ну, он не может на дальнее расстояние. Так, поблизости. Ну, в принципе, он так нормальнейшим, да, держится. Ну, всё равно надо поглядывать пока что, правильно? Потому что я помню один раз, в Таиланд когда полетели, Илюха же вроде вообще после басика, да? Ну, уже вроде как умел плавать и всё такое. Поплыли мы, когда на остров плавали, они поплыли с Андреем на кораллы, посмотреть кораллы. И Илюха почему-то, он говорит, не то, что как забыл плавать, а что-то произошло, и он набрался воды, захлебнулся. Я тогда перепугалась, конечно. Вот рассказывает. Да, было такое. Когда Илья умел плавать, а за этим надо следить. Всё равно. А ты чё, а ты чё не идёшь? А? Джакузи. Дверь открыли. В принципе, на улице тепло. А? Холодная вода? Ну, вообще пишут 28 градусов. 25. Ну, на 1 градус больше. Прибавили, да? Ты нажаловалась, на 1 градус прибавили. Я говорю про... Э, не пьём воду, Сырёнь. Я говорю про то, что дверка открыта и не холодно. Наоборот, как-то, да, свежевозок поступает. Хорошо. Да, да. А то было бы душно. Ладно, мы отдыхаем. Это наши ребята парятся в бане. Сейчас придут. А мы будем плавать. Пойду в джакузи массажироваться. Плохо, прошу рассуждать. Нормально. Оно раз на раз не приходится. Конечно. А волосы у тебя мокрые. Поэтому я хочу надеть. Ты же мне сказал, что ты посушил. А, посушил. Такой стол прям капитальный вообще. Из чего вот он такой огромный этот стол? Брамор. Я не знаю. Он прям такой вообще тяжелёщий. лифт. 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 Всё, больше ничего нету. Но мы даже умудрились это. Но я зареклась, что на отдыхе я буду есть всё. Ни в чём себе не отказываюсь. Но кроме риса, картофана, вот это всё. А вкусно. А я себе вот что взяла. Два кусочка скумбрии, последних. Рис, картофель, короче, в майонезе и соусом похоже на сушку. Да? Это чай. Ну и хорошо. Приятного аппетита тебе зайдем. Два кусочка скума. Два кусочка скума 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 скума. Мы проснулись, сейчас пойдём. Глаза у меня такие красные, ужас. Я не выспался всё равно. Представляете, вчера раньше пришли, я всё равно не выспался. Чё-то они не открывают. А, нет. Вы ещё спите, что-нибудь, да? Да, пускай с мамой. А, мама пошла лежаки занимать? Ну, если что, мы пошли на завтрак. Хорошо? Ирка пошла лежаки занимать. Да, был сильный заезд. Ну, много людей заехало, я уже говорила много раз. И сразу занимать, начали занимать сразу лежаки, да? Когда было меньше народа, никто ничего не занимал. А, как подъехали, сразу началось занимание. И Ирина проснулась, пораньше побежала занимать лежаки. А так как нас шесть человек, она решила хотя бы минимум два. А там как получится занять. Сегодня ветра ещё меньше. Да? Сегодня меньше ветра. Всё равно он холодный, бенот какой-то он холодный, да. Не пойму почему. Угу, я тоже. Ладно, идём кушать на завтрак. Всё, 18, а вчера 12 было. А, на 6 градусов сегодня должно быть тепление. Я только за. Да? Мы только за. Вот эти кресла красивые. Вчера Андрюша с Илюхой сфоткали. Сейчас покажу. Вот эти вот. Два красивых кресла стоят. Я не помню, я выкладывала сюда, нет? Сейчас посматриваю, если я выкладывала, выложу. Классная фотка, кстати. А, да, я её, наверное, на Инстаграм выкладывала. Я в Инстаграм ещё фотки выкладывала. Я уже забыла, куда я ничего выкладывала. Ой, губы вообще. Ничего не помогать. Я уже их и масло, и крем, а уже что-то не делают с ними. И помаду вот эту. Ирка мне дала, она очень хорошая помада, но всё равно. Но всё равно почему-то у меня не проходит. Вот это я вам дружу потеряла.